Не так давно у меня появился аквариумный комплекс от компании Тетра, объем которого 6 литров. Оформлялся этот аквариум под петушка. Более того, какое-то время он тут даже пожил. Многие начинающие аквариумисты любят посадить в круглый маленький аквариум что-то эдакое. Когда-то я тоже так делал, но уже забыл, что это такое. В общем, решил вспомнить былое и понаблюдать за рыбкой. В принципе, в этом аквариуме есть фильтрация с углем, а за счет водопада аэрация воды. В целом, если не забывать о частых подменах воды, все может удачно получиться. И жизнь небольших рыбок будет достаточно комфортная, но тесная. Петушок был пересажен, а в этот аквариум я посадил 5 красных неонов. Как видите, сейчас их два. И вот почему. Данных неонов покупал в частном магазине. Забрал всех, что были. У них была запущенная манка и выглядели они ужасно. Наверняка некоторые из вас подписаны на мой инстаграм. Там я выкладывал фото этих рыб. Лечил их тевтерицидом от компании Акваэр. Естественно, на время лечения мне пришлось вытащить из фильтра угольный картридж. Вместо него вставил обычную кубку. На второй день лечения решил провести эксперимент. В аквариум с неонами запустил несколько вишневых креветок. Абсолютно не боялся, что креветки станут пищей для красных неонов. Неоны были настолько больны, что вообще ничего не ели. А креветок не замечали вовсе. Во время лечения трех неонов спасти, увы, не удалось. Слишком много времени было упущено. Креветок запустил в этот аквариум лишь с одной целью. Посмотреть, как на них влияет их тевтерицид. В общем и целом, креветки выжили и даже стали размножаться в этом аквариуме. Оставшиеся два неона не трогают не только взрослых креветок, но и малышей. В общем, неонам нужна стайка. Поэтому, конечно, они себя сейчас чувствуют дискомфортно. Это сказывается на поведении в первую очередь. При включенном свете в аквариуме они прячутся в укрытии за фильтром. Не проявляют себя во всей красе. И мне ничего не остается, как прервать наблюдение. По крайней мере, на время. Сейчас я отсажу неонов в просторный аквариум и буду искать сородичей. Увы, на данный момент в ближайших магазинах нет красных неонов в продаже. Сам аквариумный комплекс зарекомендовал себя только с положительной стороны. Фильтр достаточно тихий. Стоит аквариум в спальной комнате и при включенном фильтре можно спать спокойно. Главное, чтобы аквариум был полным. Брызги не летят во все стороны, а журчание воды практически не слышно. Стоит обратить внимание на то, что вода испаряется достаточно быстро. Чищу аквариум раз в неделю, но от чистки до чистки приходится доливать воду. В аквариуме растения неприхотливые, но свет, который идет в комплекте, им нравится. Например, яванский мох очень хорошо растет. И мне приходится его даже подрезать. В противном случае он заполонит весь аквариум. А я хочу видеть камни. Кстати, в аквариуме появились ничетые водоросли или просто нитка. Это значит только одно. Не будет чем заняться в ближайшее время. Новая тема для будущего видео – борьба с ниткой. Ну а пока по максимуму уберу механическим путем. Подмену воды приходится делать самодельным мини-сифоном из шприца и трубки для компрессора. За счет того, что вода быстро испаряется, на аквариуме остаются белые полоски – налет. Поэтому, слив воду, я переключаюсь на избавление от этих полос, которые портят внешний вид полюбившегося мне шара. Убирается налет достаточно легко. Для этого я использую небольшую дольку лимона. Можно, конечно, использовать и уксус, но используя лимон, мне как-то спокойнее. Долька лимона протирает края с налетом, и они практически сразу исчезают. После чего протираю влажным ватным диском и заливаю свежую воду. Чистка аквариума произведена. Неоны пересаженные, теперь это красивый креветочник, который в спальной комнате используется как ночник. Ребенок боится спать в темноте, но включенного аквариума достаточно, чтобы комната была в полумраке. Главное – правильно подобрать световой режим, когда аквариум используется для таких целей. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова